Всем привет! Сегодня я буду показывать вам свои последние покупки декоративной косметики. У меня с покупками зачастую плохо складывается с этими видео, потому что я собираю-собираю-собираю-собираю косметику, а потом уже 10 тысяч раз вам все показываю в макияжах, и она перестает быть настолько актуальной. Но сейчас вот я постаралась собрать именно то, что я вам, по-моему, еще не показывала ни в одном из своих видео, поэтому если вам интересно посмотреть, что же новенького у меня появилось, и, конечно же, будут обзоры этих средств, то, конечно же, оставайтесь и продолжайте смотреть. Первое, что хочу вам показать, это палетку теней, это Morphe Brushes компании, и палетка у меня конкретно 35B. Очень много позитивных отзывов я видела на эти палетки в целом, не только конкретно эту, выглядит она вот так вот. Я выбрала себе достаточно яркую, потому что у меня в моем арсенале, я посмотрела, что ничего настолько яркого, в принципе, и нет. А если нужно сделать какой-то такой вот именно взрывной макияж, то мне даже и не с чем его сделать. Поэтому нейтральные у меня палетки в основном я Lorac использую, а эту решила попробовать цветную. Что хочу сказать, я, в принципе, осталась довольна этими тенями где-то на троечку. Почему? Потому что сделаны они все-таки, скорее всего, из чего-то не очень качественного. Я, когда пользуюсь китайскими тенями, у меня глаза от них начинают слезиться и раздражаться. И это конкретно тоже этот же случай, потому что, когда я пользуюсь вот этими тенями, да, выглядят они хорошо, они пигментированы, они хорошо тушуются, никаких нареканий к ним нет. Но каждый раз, когда я их наношу, я чувствую такое вот небольшое, как Женя у себя на глазах. И, конечно, мне это не очень нравится. Поэтому, если у вас глаза чувствительные, Morphe Brushes это не для вас вообще палетки. Если вы раньше за собой такого не замечали эффекта, то я думаю, вы вполне сможете ими пользоваться. По качеству, как я уже сказала, очень хорошие тени, никаких нареканий к ним нет. Практически все они здесь очень хорошо пигментированы. Для визажистов, для любителей косметики это очень неплохой вариант. И раз мы остановились на тенях, давайте дальше по ним и пройдемся. Хочу вам показать еще оттенок теней от Catrice. Это у меня серия Liquid Metal. И оттенок у меня конкретно 0,20. С этими тенями я уже делала макияж. Очень многим понравился этот макияж. Именно поэтому я хочу рассказать детальнее об этих тенях. Вообще эта серия Liquid Metal меня довольно сильно удивила, потому что реально очень крутые тени. Если вы будете использовать их без базы, скорее всего они не настолько ярко себя проявят. Но если использовать с базами, просто замечательные оттенки. Очень влажный такой металлический финиш получается. Если вам нравятся насыщенные металлические оттенки, к примеру, кто-то любит бежевые, кто-то любит золотые. Я конкретно люблю светло-розовый. Вот это светло-розовый оттенок 0,20. Очень вам рекомендую присмотреться к этой серии. Классные тени. И еще тоже я себе заказала очередной оттеночек теней от Colourpop. Мне, в принципе, эти тени понравились. Я не считаю их бюджетными, потому что 5 долларов за одну единственную тенюшку. Я не считаю, что это очень бюджетная цена, хотя они так себя и позиционируют. Если набрать там, я не знаю, хотя бы 10 тенюшек, уже получаются приличные деньги. За эти же деньги можно купить уже какую-то очень такую дорогую достаточно палетку теней. Ну, в общем, мы сейчас говорим не об этом. Я решила выбрать какой-то оттенок уникальный. И больше всего мне хотелось попасть именно в оттенок розового золота. Я сейчас его ищу в тенях и нигде не могу его конкретно найти. Поэтому, если, кстати, у вас есть рекомендации по такому типичному, чистому, классическому розовому золоту, обязательно оставьте мне в комментариях. Так вот, по отзывам оттенок вот этот Lala, он был именно как настоящее розовое золото. Я поэтому его заказала, но, честно говоря, когда оно пришло, это настоящая бронза. И вообще даже не близко к розовому золоту. Но бронза действительно красивая. Нужно отдать ему должное, этому оттенку. Потому что бронза действительно очень такая богатая, если можно так выразиться. Потому что ничего другого, настолько красиво бронзового у меня и нет. Поэтому отличное дополнение в мою коллекцию, но, к сожалению, не розовое золото. Из бюджетной косметики хочу вам показать новый свой бронзер. Это бронзер от NYC. Это вообще классика зарубежного ютуба. У всех лет 5 назад этот бронзер был. Все его хвалили при этом. И я тоже решила его попробовать. Выглядит он вот так вот. Я, честно говоря, думала, что это будет более холодный оттенок. Потому что абсолютно все говорят, что он не рыжит. Я не могу сказать, что он рыжит тоже. Но все-таки это теплый оттенок. Поэтому конкретно контурировать у вас точно не получится этим оттенком. Но как бронзер он действительно очень хороший. Потому что когда вы легко его наносите на выступающие части вашего лица, то есть на скулы, на верх лба, может быть, немножко на нос, на подбородок, он действительно способен создать очень такой красивый эффект загара. Зимой я им тоже вот сейчас вот пользуюсь. Сейчас он, к сожалению, не на мне. Поэтому не могу вам продемонстрировать его эффект. Но в предыдущих видео он был на мне. Можете посмотреть, как он там выглядит. Очень неплохой бронзер за свои деньги. Но смотрите на него именно как на бронзер, а не на контурирующее средство. Также попробовала я новый абсолютный бестселлер. Это тушь от CoverGirl, которая называется The Super Sizer. Опять-таки весь этот хаос насчет этой туши пришел с запада. Очень многие зарубежные блогеры хвалят эту тушь. Я решила тоже ее попробовать, потому что в целом туши CoverGirl мне очень нравятся. Мне нравится их классическая Lash Blast Volume. Она делает очень красивые пышные реснички. И еще я пробовала их Clump Crusher. Тоже очень классная тушь, которая не создает комочки. Вот эта тушь должна создавать очень сильный объем. И что тоже заявлено, она очень хорошо держит именно завиток ресниц. То есть если вы ресницы завиваете, то эта тушь будет хорошо ее держать. Что касается конкретно последнего утверждения, здесь я ничего сказать не могу. Потому что мои ресницы в принципе любая тушь держит в той форме, в которой мне нужно. Но что касается ее свойств, то здесь наверное все-таки мне рановато еще судить. Потому что этой тушью я пользуюсь где-то наверное недели две. То есть она еще не успела так подсохнуть. А мне в основном туши начинают нравиться именно тогда, когда они уже начинают подсыхать. Но сейчас что могу сказать. Да, действительно из-за того, что у нее вот такая вот уникальная кисточка. С одной стороны она как будто абсолютно плоская. То есть у нее даже нет никаких ворсинок. Она там набирает очень много продукта. И когда вы вот этой вот частью прикладываете эту кисточку к ресницам, то она изначально очень много наляпывает туши на основу ресниц. Дальше вы эту кисточку немножко разворачиваете уже этими ворсинками. И эти ворсинки действительно уникально круто расчесывают ресницы и распределяют вот этот вот комок изначально нанесенный. Я конечно объясняю очень страшно. И многие сейчас могут подумать, о боже нет, я это никогда в жизни не куплю. Но на самом деле как бы я пытаюсь объяснить принцип нанесения этой туши. То есть изначально она кладет достаточно сильный комок в основании ресниц. А дальше это вытягивает и расчесывает. Конечно результат мне нравится. Что мне особенно нравится в этой туши, так это то, что она, эта щеточка очень круто захватывает нижние ресницы. Даже если у вас вообще нижних ресниц практически нет, она их по максимуму захватит и сможет прорисовать. У меня с этой тушью я когда крашу нижние ресницы, мне кажется, что я сразу Ким Кардашьян. У меня такие как бы прям супер-пупер ресницы густые. Ну в общем-то да, если вам нужна тушь для нижних ресниц или вот вам понравилось описание того, как она работает на верхних, можете присмотреться. Вот этот блеск от Лорак, который называется Lip Luster Gloss, я на самом деле не покупала, он мне достался в подарок. Оттенок мне достался Peach Luster. Что касается этого блеска, я вообще в принципе не люблю дорогие блески, вот именно дорогих каких-то марок покупать. Потому что в бюджетных марках блески для губ, мне кажется, совсем не хуже. Оттенок у этого блеска неплохой, красиво смотрится, блестящий, но я не могу сказать, что он чем-то отличается от каких-то более дешевых аналогов. Поэтому сама бы себе я, конечно, этот блеск не купила. Что касается еще особенностей, мне не нравится абсолютно кисточка. Здесь такая маленькая какая-то убогенькая кисточка, которая состоит именно из синтетического ворса. Единственное место, где будет удобно работать такой кисточкой, это, наверное, только по центру губ, для того, чтобы объема добавить. И все, именно прокрашивать конкретно все губы вообще неудобно. И последняя очень странная вещь, это то, что этот блеск реально пахнет кальяном. Я чувствую такой очень сильный запах табака, вот именно такого кальянного табака. Если вам это нравится, то, конечно, блеск вам понравится. Но мне как-то, честно говоря, в блеске для губ это немножко странный аромат. Теперь хочу похвастаться перед вами своим мега удачным заказом сайта Too Faced. Кстати, такого рода акции, о которой я сейчас буду рассказывать, проходят у них достаточно часто. Если вы хотите их словить, то советую вам оформлять заказы через Simplum. Это мой сайт по предоставлению услуг посредничества, по покупке всяких товаров за рубежом. Так вот, в чем, собственно, суть акции? Я заказала всего-навсего одну единственную тушь, которая называется Better Than Sex. Это, кстати, тушь, единственное, что я забыла упомянуть в своих фаворитах 2015 года. Эта тушь, ну, просто выше всяких похвал, я ее обожаю. Я сразу в нее влюбилась с первого раза, как я начала ее наносить. У меня ресницы, ну, вы видите, наверное, да, что мне особо хвастаться нечем. В общем, ресницы у меня отвратительные, они коротюсенькие, маленькие, невзрачненькие. Короче говоря, вот эта тушь реально меня одела очень сильно. Она добавляет объема, она их делает пушистыми, она их держит вот так вот, как у прекрасной коровы. Так вот, что я выглядеть, начиная даже, у меня глаза как-то открываются с ней. В общем-то, отличная просто тушь, единственное ее минус, это, конечно, цена, потому что Too Faced это люксовая марка, поэтому, соответственно, стоит будет тоже дорого. Так вот, как только я добавила эту тушь в корзину, мне вылезло какое-то там окно, что хотите ли вы, чтобы мы добавили вам какие-то там бонусы. Я думаю, блин, еще спрашивайте, конечно, хочу. И мне поналожили столько всего, что я вообще в шоке была. Во-первых, положили еще мини-версию абсолютно той же туши, что тоже круто, потому что вот этой мини-версии тоже мне хватит, ну, на добрых пару месяцев так точно. Потому что она очень экономично расходуется, очень я была рада этому. Так, помимо этого всего, мне еще положили мини-версию их легендарного бронзера, который называется Chocolate Soleil. Это самый темный их бронзер, который пахнет шоколадом. Очень круто, потому что его здесь 2,5 грамма. На самом деле бронзера нужно настолько мало, кстати, сейчас он на мне этот бронзер, что я думаю, я буду им достаточно долго пользоваться и смогу распробовать и понять, хочу ли я полноценную версию. Но вот пока из того, что я пользуюсь, то я смотрю, что на зиму это 100% очень темный бронзер. На лето вполне возможно, что это будет как раз мой идеал. Дальше мне положили еще тоже мини-версию их праймера, который называется Hangover. Его я еще не использовала, очень многие его тоже хвалят. И вроде как он не должен быть такой типичный силиконовый и должен подходить для нормальной и более склонной к сухости кожи. Поэтому посмотрим, еще пока не пробовала. И еще положили мне жидкую помаду их, которая называется Melted. У меня это оттенок Melted Peony. И, кстати говоря, я хотела себе заказать такую помаду в полноценном размере. И именно конкретно этот оттенок меня больше всего заинтересовал. Я очень рада была, что они мне ее положили. Здесь тоже 5 мл. Это очень много, в принципе, для того, чтобы вымазюкивать себе на губы. Мне эта помада очень понравилась. Я уже, знаете, немножко подустала от этих всех матовых жидких помад. И вот эта тоже жидкая помада. Вот сейчас она, кстати, на мне, у меня на губах. Это тоже жидкая помада, но она не матовая. Она имеет такой немножко силиконовый, я даже не знаю, как это точно описать. Какой-то такой эффект немножко скользящий по губам. Но при этом она очень пигментированная. И я ее абсолютно не ощущаю на губах. Она ложится такой вот масляной приятной пленкой. Очень круто подходит эта помада именно на каждый день для того, чтобы накрасил. Губы выделены, но в то же время настолько комфортно в носке, что ты ее просто не замечаешь. Держится посредственно, потому что это не какая-то стойкая формула. Это обычная жидкая помада. Последнее, о чем хочу рассказать, это лак для ногтей. Вот опять-таки он сейчас на мне. Многие меня спрашивают, каждый раз, когда я перекрашиваю ногти, 100% кто-то один спросит, какой это оттенок. Я всегда пользуюсь лаками Shellac. И только гелевые лаки использую себе на ногтях, потому что я делаю маникюр раз в две недели, больше у меня времени просто на него нет. И вот я заказала очередной оттенок. Это оттенок Salmon Run. Я, честно говоря, немножко его по-другому представляла, потому что на свочах в интернете он выглядит вот таким вот действительно нежно-лососевым. А то, что я получаю на ногтях, это скорее такой вот пастельно-оранжевый с легким-легким таким вот привкусом лосося. Я бы так сказала. Ну вот мне это лично не похоже на лососевый оттенок. Это такой вот конкретно пастельно-оранжевый. Единственное, что хочу заметить, что этот лак не настолько имеет плотный оттенок. То есть, чтобы добиться вот такого вот цвета, как вы видите сейчас на мне, это здесь три слоя. В два слоя он немножко может чуть-чуть буквально полосить. Вот. Это, в принципе, все, о чем я хотела вам рассказать. Надеюсь, это видео не стало очень длинным. Я старалась максимально коротко обо всем рассказывать. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте. Если вам понравилось это видео, не забудьте, конечно же, поставить палец вверх. Это очень важно для меня. И я радуюсь буквально каждому пальцу вверх, каждому комментарию. Поэтому, пожалуйста, не забывайте это делать. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Честно вам признаюсь, за все время, что я занимаюсь ПП, это, наверное, самый вкусный десерт, который я готовила. Это моя интерпретация макияжа, который бы я сделала, вот если бы мне нужно было идти на какое-то важное событие. Или если бы у меня был какой-то праздник, куда надо было бы сделать какой-то красивый макияж. Спасибо!